Радио Болтком Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы Здравствуйте, я Абби Келкин и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь» Слушайте по четвергам 17 до 18 часов Да, добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели Продолжаем работу в прямом эфире Как мы уже анонсировали, присяжный адвокат Яни Сталкович у нас на прямой связи посредством Зума, добрый день Добрый день, Аббик Да, вот с интересом я прочитал один из ваших комментариев такой развернутый юридический анализ по поводу решения Конституционного суда вполне возможно, что столько было новостей пандемийных что многие даже упустили из виду вот это решение на самом деле оно весьма знаковое и касается вот платежа за налог подоходный налог населения именно для лиц, которые ведут хозяйственную деятельность скажем так и основная суть этого решения в том, что ну все-таки не нужно взимать налог если вообще нет дохода да, или он отрицательный доход казалось бы, вроде бы и логично но законодатель поступил иначе и вот было решение Конституционного суда может быть несколько слов разъясните вот суть этой проблемы да, действительно, было совсем недавно такое решение Конституционного суда в Латвии и я очень рад за вынесенное судом решение потому что оно полностью обосновано с точки зрения даже логики если коммерсант, физическое лицо, самозанятое лицо ведет какой-то бизнес у него возникает множество разных расходов и расходы должны будут отчитываться если они использованы в целях использованы для своего бизнеса так что все логично то есть, в принципе, по существу раз сам законодатель этого не сделал до сих пор не исправил такую очевидную неисправедливость то сейчас он будет вынужден это сделать, видимо да, конечно последуют поправки в законе но уже не дожидаясь поправок в законе закон гласит, что решение суда уже вступает в силу в момент принятие принятие этого решения так что все уже таким образом должно интерпретироваться из-за этого, я думаю, что, ну, скорее всего даже когда будут приниматься поправки в законе они будут приниматься задним числом ну, мы знаем, что в последнее время правительство воздерживается от таких каких-то радикальных изменений в налоговой системе может быть, это и правильно, как вам кажется просто наши радиослушатели, может быть, те, кто интересует заметили, что вы, ну, одна из сфер ваших интересов юридических, именно налоговые вопросы вот как вы бы сейчас оценили налоговую систему можно ли сказать, что определенная стабильность установилась и работодатели, и наемные работники, в принципе, с этим считаются что есть определенная вот такая стабильность налоговой системы ну, да, все уже увидели, что в последнее время никаких таких больших колебаний не происходит я даже сказал, что самые большие колебания происходят со стороны Европы и такие изменения ожидаются в ближайшие пару лет так что, я думаю, стоит смотреть в этом направлении и, во-вторых, конечно, мы все знаем, что в этом году будут выборы парламента и тогда, я думаю, что еще нынешний парламент захочет себя проявить с лучшей точки зрения и, может быть, какие-то недостатки еще поправить и, ну, я бы хотел добавить, что в Конституционный суд показал, что, ну, не нужно бояться идти в Конституционный суд это уже председатель суда уже тоже сказал что решений и вопросов по налоговым спорам приходит все больше и больше и это решение показало, что это даже не так дорого и можно написать там жалобу омбудсмену и он все дальше сделает если он увидит, что вопрос нужно решать Да, вот такой тоже интересный вопрос из новостей да, вот мы знаем, на прошлой неделе так довольно громко прозвучало эта история, что был аудит Рига Сатексме да, аудит Валтинион Денос и вот Валтинион Денос или Служба Госдоходов сделала начет ну, может быть, для уха простого человека звучит астрономически там больше, чем 13 миллионов и вот возникло сразу несколько вопросов во-первых, как это могло произойти мы ведь имеем дело с муниципальным предприятием которое вообще все договора должны заключать на основе закупки или тендера с одной стороны с другой стороны имело ли смысл вообще делать какой-то там фантастический начет понимая, что это муниципальное предприятие дотационное и по существу как бы Служба Госдоходов косвенно говорит налогоплательщикам ну, заплатите теперь за Рига Сатексме а там дальше разбирайтесь вот, может быть, я понимаю, что вы не углублялись как адвокат во все документы но вот, что вы можете как бы вы это могли прокомментировать? да, вот как раз я смог бы прокомментировать это как адвокат потому что мы работаем с этим делом и, к сожалению, вот из-за этого я как раз и не смогу прокомментировать а, вот так это конкретное дело, да но вы думаете, что все равно дело до суда дойдет, да? вот ваш прогноз не вдаваясь подробностей, может быть? да, конечно, это уже представитель Рига Сатексме сказал в пресс-конференции что будет есть 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 нюансы, которые сама Служба Госдоходов сказала, что она ошиблась и отменила свое решение и есть нюансы, по которым Рига Сатексме согласилась с решением Служба Госдоходов и не будет оспаривать и есть нюансы, по которым Рига Сатексме не согласна и будет оспаривать, да попросит решение суда как они на это смотрят то есть вы будете, видимо, представлять я так понял сторону Рига Сатексме, да? поэтому вам тяжело сейчас это комментировать да, из-за этого и не смогу тогда я, может быть, поставлю вопрос больше в таком вот познавательном ключе и учитывая ваш опыт мы очень часто слышим вот эта вся история с ПВН звучит такое вот слово там, не знаю, отмывание, НДС но для многих, кто этим не занимался они вообще не понимают о чем идет речь но поскольку это происходит уже десятки лет всегда возникает такой вопрос а в чем проблема почему нельзя вот этот вид ну, в какой-то степени преступного деяния каким-то образом не знаю перекрыть вот такие возможности не знаю законодательно что что не хватает почему эти схемы вот эти фиктивные фирмы через которые якобы происходят какие-то фиктивные сделки и потом требуется возврат ПВН почему нельзя все это прекратить эту карусель ну все не так просто потому что это европейский налог европейские правила создаются не у нас конечно и в связи с этим я думаю самая большая проблема это в том что ну как происходит карусельная схема если если компания покупает я не знаю например латвийская компания покупает из Литвы товар привозит сюда через границу и по правилам не платится НДС он только учитывается как у нас и ничего нигде не платится потом он продает этот товар дальше и получает от покупателя НДС он должен заплатить этот НДС в госбюджет и это просто не делает и вкладывает это в карман и и пропадает и в этом в этом в этом моменте конечно это ну такая игра кошки и мишки где ну большой вопрос как быстро СГД это увидит и начнет расследовать но этот этот поезд уже часто ушел потому что это конечно делается очень быстро и кто кто заинтересован в этом поподробнее посмотреть посмотрите есть в Netflix сейчас очень хороший документальный фильм про эту тему называется Lords of Scum и там все очень подробно раскрывается как делалась такая похожая схема во Франции и в этом и суть проблемы что на данный момент никто во всей Европе не не может решить это эту 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 проблему и из-за этого конечно ну теряют все теряют нормальный бизнес которому СГД приходит и иногда требует доказать что вы не знали или не могли знать что ваш бизнес партнер будет делать какие-то махинации иногда это даже не ваш бизнес партнер это бизнес партнер вашего бизнес партнера да именно так ну и из-за этого и все эти споры и пока еще решения нет но самое самое такое то что то что действительно сейчас ожидается изменение в системе НДС это то что по всей Европе уже лихорядит с изменениями что все декларации НДС должны будут подаваться в электронной форме в момент каждый инвойс декларируется в момент когда он выписан то есть автоматическая система такая уже в многих странах Евросоюза уже внедрена и уже там опыт например Италии показывает что вот снизилась эта недостача НДС на 15% сразу это большие цифры если посмотреть то что латвийский госбюджет недополучает из-за таких схем это по последним подсчетам еврокомиссии это примерно 237 миллионов евро это 15% это сразу вкладывать там 35 миллионов в госбюджет да вот может быть такой вопрос учитывая ваш опыт многие предприниматели ну жалуются не жалуются говорят что все равно если приходится доказывать там не знаю свою правоту в судах по этим вопросам да я имею ввиду какие-то споры по аудитам это все растягивается на многие годы да ну хорошо ладно сейчас пандемия понятно что там суды в основном удаленно в письменной форме все это перекладывается ну даже без пандемии это все растягивается первая инстанция 2-3 года потом окружное и так далее это так то есть действительно пока это очень длительный процесс это очень длительный процесс там и есть пара нюансов которые еще ухудшают эту ситуацию потому что там речь идет не только о судопроизводстве в течение там 4-5 лет речь идет даже об аудите которая идет 2 года если если затронуты какие-то иностранные администрации из которых нужно ожидать информации речь идет о том что в последнее время очень трудно вообще тем которые получают этот аудит тем вообще очень трудно выживать до момента окончательного решения суда почему потому что они не получают то то что они компании до сих пор довольно успешно получали от СГД это отсрочка уплаты вот этого начисления до 5 лет сейчас позиция СГД изменилась в том образе что они всегда требуют сейчас какой-то не знаю какой-то банковской гарантии или что-то другое ипотека недвижимости чтобы дать вот эту рассрочку и второй вариант был попросить суд отложить решение вопроса ну в том смысле что что деньги остаются у компании и решение формально не вступает в силу в пределах всего судопроизводства но уже исторически суды очень редко соглашаются с такой просьбой и как правило вот сейчас много компаний над этим колдует что делать дальше как бы следующий шаг который компании тогда в котором приходит тогда ну давайте тогда мы будем бросать компанию и делать какое-то новое тогда нужно иметь ввиду следующую пару нюансов что во-первых есть уже судебная практика где все больше и больше СГД считает что происходит перенос бизнеса в другую компанию и из-за этого новая компания отвечает за налоговые последствия последствия предыдущей компании и во-вторых что в таких случаях ну очень иногда бизнес правление бизнеса не не хочет отдавать руководство бизнеса администратору неплатежеспособность а если не подавать на неплатежеспособность в момент когда ты не можешь заплатить вот такое налоговое начисление иногда это нередко в миллионах начисляется тогда следующий шаг если не подается на неплатежеспособность тогда уже СГД идет за уплату этих налогов у членов правления как физических лиц и даже дальше если у нас уже есть дела которые где вступил в силу решения уже уголовного суда что было начисление компании 26 тысяч евро это достаточно небольшая сумма и в таком случае компания не не смогла заплатить она не подала неплатежеспособность и возбуждался уголовное дело это можно делать начиная с суммы 25 тысяч евро неуплаты и прокурор требовал там один год реального реально в тюрьме решение суда было полгода условно но в любом случае это только показывает тенденции что уже вид закрывает все лазейки как уходить от таких начислений и очень тщательно над этим работать а с другой стороны нет ли здесь такой дуальной ситуации потому что ведь многие как думают что они сейчас подадут на неплатежеспособность но опять-таки никто не отменял это относительно недавно принятую норму о том что члены правления отвечают своим имуществом и все равно ну и что будут санкции запретят им дальше заниматься бизнесом может тоже быть начат уголовный процесс это ведь тоже подача иска неплатежеспособности тоже ведь не такая не панацея или я ошибаюсь ну да но там в каждом в каждом случае нужно смотреть отдельно нет такого готового там рецепта нужно смотреть плюсы и минусы там может очень разная ситуация быть и может быть у нас даже был один клиент который вообще ну ужас он он судился там по-моему лет 7-8 и два дня до момента решения верховного суда он был ликвидирован а решение во верховного суда было позитивным и мы получили адрес на бумаге обратно но уже вот производственное предприятие большое было закрыто и ликвидировано и деньги так и остались в сказне вот такие случаи тоже бывают да вот тогда такой вопрос который хотел задать но он больше такой концептуальный я думаю что многие там не знаю ваши знакомые знают что все-таки адвокат задают вопрос наверное такой не слишком ли вот если мы говорим о пандемии вот мы два года уже в ней живем не слишком ли все это сложно с юридической точки зрения регламентировано и возможности получения вот финансовой помощи фирмами юридическими лицами и вообще все ограничения вот мы когда смотрим очередной там вот эти изменения в правила кабинета министров где мы видим 20 компьютерных страниц и написано не знаю пункт 58 смотрите на пункт 48 решение такого в общем я понимаю что все это сложно меняется вся регуляция но она настолько запутанная иногда кажется как тут разобраться во-первых какие твои права как ты можешь что-то оспорить и как во всем этом понять или так во всех странах сейчас которые измучены пандемией происходит да это это очень такой большой сложный вопрос ну конечно налоговые правила нужно понимать они никогда не будут простые и с этой точки зрения ну есть уже какие-то прорывы где делается такие более более успешные системы одна из таких будет уже совсем скоро в Латвии со следующего года надеюсь что действительно вступит в силу в систему где вот совсем маленькие бизнесы такие которые не превышают там 25 тысяч или 40 тысяч в год оборота они смогут работать по эстонской системе где есть счет в банке и и там человеку вообще ничего не нужно делать приходят деньги там там если там оборот до 25 тысяч тогда 25 процентов убирается налог автоматически и можно брать и тратить остальные деньги будет конечно другие автоматизации но нужно и посмотреть немножко в контексте в контексте что например у меня свой налоговый подкаст есть и там в последнем эпизоде я говорил там с Каспаром Дауговичем хоккеистом он сказал что вот ну тут вообще ну вообще очень просто все в Латвии по сравнению там с другими странами где когда он играл там в НХЛ тогда уже там были налоги которые там совсем непонятные там в каждом штате там они считают дни сколько он там тренировался и играл и тогда все подсчитается и приходит там счет который нужно оплачивать плюс там декларация там на сотни страниц где ну вообще все запутано то есть ну не так уж все плохо но конечно идеально я думаю что я подсчитал что просто у нас очень много таких маленьких всяких налогов которые например там в сумме там 9-10 налогов они там приносят в госказну где-то немножко больше полмиллиарда евро в год если бы например там СГД смогла бы заполучить те деньги которые например там висит от неуплаты там по зарплатам которые не декларируются тогда там по таким скромным подсчетам там там висит примерно более миллиарда евро уже так что ну и если там конечно решить такую проблему тогда уже там можно все эти маленькие налоги вообще убирать и Латвия станет ну такой ну очень привлекательной страной и для для вообще маленького бизнеса и и для иностранных инвесторов ну вообще если так посмотреть ведь тоже есть мнение но очень часто особенно часть определенная политика говорит о том что мы от всех отстали от Литвы отстали от Эстонии отстали у них и налоговая система более гибкая и лучшая и инвесторы приходят так нам никто не приходит я понимаю что здесь тоже нужно делить все на 50 но как вам кажется есть какие-то серьезные изъяны в налоговой системе которые нас очень ставят невыгодное положение чем Эстонию к примеру нашего соседа Северного да ну я тоже недавно беседовал в этом том же подкасте с эстонским коллегами и они и там выявилась одна идея которая по-моему очень хорошая которую нужно внедрять в Латвии и тогда будет решаться в большом ну в таком я думаю в большом объеме будет решаться вот эта проблема не декларирование зарплат особенно для компаний которые которые идут на какие-то там гос закупки или или муниципальной закупки и там идея совсем простая что эстонцы декларируют и все это в публичном доступе более детальную информацию про компании не только там обороты которые появляются уже в публично там ежеквартально не так как у нас там только по финансовой отчетности раз в год но и там появляется сколько работников сколько какой объем уплаты не только НДС но и уплаты налогов по зарплатам и тогда уже оперативно в публичном доступе информация которые могут пробивать и те которые делают госзакупки и решается много вопросов с тем компаниям которые например получают начисление НДС что вы не знали про своего партнера тогда можно проверять историю уплаты налогов и тогда уже много чего будет ясно по какие риски компании могут и хотят брать на себя которые нет вот такой вопрос я не знаю насколько он наверное юридический и философский и тактический вот очень часто слышат предпринимателей которые ну у которых возникли скажем так дипломатические расхождения со службы госдоходов которая провела аудит и сделала начет ну хорошо вы упоминали там 26 тысяч действительно для компании с большим оборотом это не деньги скажем так которые могут погубить компанию ну бывает и начеты такие очень большие суммы там не знаю 200 тысяч 300 тысяч про миллионы даже говорить не будем и коммерсант обращаясь в СГД говорит ну вот хорошо вы сделали там на счет 250 или 300 тысяч евро ну вы же можете посмотреть оборот там мне зарплату нужно платить вы же понимаете что эту сумму я вам не заплачу то есть вы для чего делаете чтобы я сразу подал на банкротство и государство не получило ничего не было бы ни этого бизнеса ни этих налогов ничего а они говорят ну знаете ну мы же закон выполнили там все как есть там плюс пени штрафы памат суммы и так далее ну а дальше уже ваше дело нам какое дело заплатите вы эти 200 тысяч не заплатите неужели нельзя как-то подойти к этому вопросу не знаю более гибко и назначать ту сумму которая фирма которая фирма не знаю по договоренности может заплатить ну не знаю может она заплатить 50 тысяч ну 300 тысяч она не может заплатить сразу же да вопрос идеальный вопрос в местной я я думаю что конечно нужны проправки закона которые которые вот поощряют такой такой подход к вопросу но даже в тех моментах когда закон уже позволяет таким образом действовать СГД очень боится от каких-то потенциальных скандалов коррупции и из-за этого я думаю что там нужна все-таки какая-то ну какая-то инициатива со стороны министерства финансов и и чтобы чтобы ну вот такие решения поощрялись потому что даже в ситуации где если брать например те же самые графики до до пяти лет пока компания судится судится с СГД был сейчас ну месяц тому назад был случай где где мы говорим ну СГД идет только по букве закона они не смотрят на суть вопроса потому что там там была ситуация где они делают инкассу на счет где получают там буквально там по-моему шесть шестьдесят пять тысяч со счета а мы говорим давайте договоримся на график тогда вы получите все все там семьсот тысяч которые вы начислили но только несчастно в течение пяти лет ну мы не верим что вы сможете вот это заплатить ну окей берите смотрите в этом месяце мы заплатили там эти там тринадцать тысяч следующем тоже заплатили если потом не заплатим вы можете в любое время отменить этот график вы теряете там а сейчас они лучше идут за вот эти шестьдесят пять тысяч чем в будущем за семьсот да всю сумму да ну это просто просто там я думаю там нужно в корне менять подход к вопросу и тогда уже конечно я недавно видел в Англии был похожий вопрос поднят но они они там подходят к этому риск коррупции со стороны что да мы не можем там волонтарно сказать что вы там можете заплатить не триста тысяч а двести тогда ну хорошо давайте двести они должны посмотреть сколько мог бы смогла бы компания заплатить чтобы она смогла выжить и там делается действительно корпотливых подсчет и работают комиссии которые это рассматривают но это все возможно у нас как-то вот с этим очень плохо да может быть такой последний вопрос я думаю вы тоже обратили внимание за дискуссии не только политиков но кстати и адвокаты многие у нее участвовали он эта дискуссия напрямую не связана с налогами но в том числе с инвестиционным климатом это так называемый ремонт капитальный ремонт финансовой системы говоря словами премьера Каринча который перевел и к такому обратному процессу зачастую коммерсантам в том числе иностранным сложно открыть счета в латвийских банках замораживаются счета при малейших подозрениях это все уходит на годы нельзя вернуть эти средства и так далее вы видите тут какие-то проблемы или это нормальная попытка очистить нашу финансовую систему как нам говорят ну это немножко не моя тема потому что я работаю только исключительно с налоговыми вопросами но то что я вижу что какие-то инициативы которые сейчас приходят с европейской стороны это конечно мы это уже ясно что будет подоходный налог с предприятия по всему миру внедряться чтобы эффективная минимальная ставка была бы 15% это значит что в принципе если у меня есть какие-то какие-то структуры которые там не знаю офшорные структуры или или другие что у меня не невыгодно больше их содержать потому что ну если я должен за всю прибыль заплатить вот этот налог тогда уже мне ну неинтересно вот такие дополнительные структуры вообще держать и я думаю это в каком-то образе решит проблему и такого такого ну банковской лихорадки которая сейчас проходит по всей Европе что очень сложно вот эти счета открывать и вторая тенденция которую я вижу с Европы приходит это тоже новая директива которая должна в Латвии внедряться в течение этого года это директива по я даже не знаю как по-русски Shell Companies это ну такие компании пустышки да 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 пустышки да и там идея такая что ну по трём критериям нужно пробивать есть ли экономическая суть такой компании содержание такой компании есть ли такая суть не существует тогда налоговая может не брать во внимание существование такой компании и там не применять какие-либо налоговые льготы к этой компании в том числе те которые попадают под налоговые конвенции это это не только такой подход со стороны директивы но уже по многим странам Евросоюза уже такая большая судебная практика и самая недавняя была у нас в Литве где была литовская компания которая выплатила дивиденды в эстонской компании и они остались в эстонской компании эти дивиденды акционеры эстонской компании были литовцы литовские физические ну вот и литовский суд сказал что мы не берем во внимание существование этой компании эстонской и мы считаем что мы будем применять налоги таким образом что литовская компания выплачивает напрямую литовским акционерам налог дивиденды и из-за этого таким образом платится и налог так что вот эти все тенденции они они будут конечно делать бизнес в среду получше и тогда я думаю что и таким образом тоже будет решаться вот этот вопрос банковских счетов может быть буквально последнее уточнение вот ну не знаю для предпринимателей которые у нас сейчас слушают учитывая ваш опыт когда им нужно обращаться за юридической помощью по налоговым вопросам когда не знаю у них уже возникают какие-то споры если так можно сказать служба госдоходов или там не знаю когда сдают годовой баланс или когда уже аудит закончен но вот учитывая ваш опыт знаете как к врачу нужно вовремя обращаться наверное так и к адвокату нужно вовремя обращаться ну да обязательно но я не буду лоббировать свои интересы я просто исходя из опыта я просто скажу что да такой звонок ну я думаю многие адвокаты даже за такой звонок там деньги не будут брать чтобы сказал сказали что что да там есть проблемы которые нужно решать с помощью адвоката либо там подскажет как как действовать без такой помощи до какого-то момента но в любом случае когда уже есть какие-то сомнения это уже такой звонок что нужно нужно все-таки позвонить и специалисту и и по крайней мере там ну с каком с каким-то ну по крайней мере с каким-то бухгалтером поговорить и и они очень опытные люди тоже часто этим этим тоже занимаются и там там множество таких людей тоже так что я советую просто позвонить да есть сомнения спасибо большое присяжный адвокат я не сталкач у нас был на прямой связи посредством зума большое спасибо